добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем тему наставничества мы начали говорить о подотчетности и несомненно что мы должны быть подотчетными нашему наставнику но есть сферы в которых мы исключительно должны быть ему подотчетны это опять же три сферы первое мы должны быть подотчетны наставнику в духовных вопросах второе мы должны быть подотчетны наставнику в финансовых вопросах и третье мы должны быть подотчетны нашему наставнику в сексуальных вопросах сегодня я хотел бы поговорить о первой части это духовный вопрос о чем идет речь речь идет о нашем понимании Писания, о наших духовных практиках и о нашей вере. Может ли твоя вера быть неадекватной? Или другими словами, можешь ли ты заблуждаться? Вполне. Может ли заблуждаться твой наставник? Сто процентов. Но послушайте, когда нет никого, кто пришел бы тебе и сказал, послушай, дорогой, то, что ты видишь, то, как ты понимаешь неправильно, то ты точно заблудишься. Если в твоей жизни нет наставника, который будет мониторить твое духовное состояние, слушать твои высказывания, проверять твои слова, сравнивать его с Писанием, ты будешь в большой опасности. Очень часто мы сталкиваемся с очень трудными вопросами, связанными с духовным миром. И мы не можем решить, направо или налево, как нужно поступать. И роль наставника не в том, чтобы сказать правильно вот так. Когда вам кто-то говорит, что есть вот мое мнение неправильное, то это не наставник. Наставник это точно такой же человек, как и ты, находящийся в поиске ответов, который сядет и скажет, послушай, в твоих высказываниях, в твоей вере, в твоих практиках духовных есть что-то, что мне не нравится. Я хотел бы, чтобы мы разобрались. Давай-ка посмотрим, на каких местах Писания, на чем вообще основано то, что ты перед едой танцуешь? Зачем ты это делаешь? Однажды мы были в одном ресторане, и группа христиан из Кореи, они встали, взяли за руки и начали водить хоровод вокруг стола. И нас это очень удивило. Мы потом начали с ними разговаривать, я задал вопрос, почему вы танцуете перед тем, как покушать? И они говорят, ну написано, воспев, пошли на гору Илеонскую. То есть они пели и шли. То есть двигались они, танцевали. Я говорю, по-моему, это не совсем то. А они в ответ спрашивают нас, скажите, пожалуйста, а почему вы перед едой так долго молитесь? Ведь Бог говорит, не в многословии будешь услышан. И ты начинаешь задумываться, когда к тебе люди обращаются, говорят, почему ты поступаешь так или иначе? С одной стороны, может быть наставник, доброжелательно настроенный, который объяснит тебе более точно, что и как написано в Библии. А с другой стороны, это могут быть люди, которые ну совсем не любят тебя. Критично относятся к тем вещам, к тем словам, которые ты говоришь, к твоим поступкам. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о наставничестве, духовная сфера твоей жизни, она должна находиться в подотчетности. Ты должен говорить со своим наставником о тех открытиях, о тех откровениях, о тех решениях, которые ты принимаешь, читая Писание, о тех откровениях, которые ты получаешь во время молитвы. Очень важно, чтобы был кто-то, кто может тебя как минимум отрезать.